Колесникова Наталья Быстро сбросила платье, распустила косы И в одной юбке белой кофточке Подскорее села за стул Чтобы написать такое письмо Как Татьяна «Я люблю вас!» Написала она «Но вы меня не любите, не любите!» Написала она и засмеялась Я работаю на шестнадцать лет И она еще никого не любила Я знала, что ее любят офицеры Горни И студенты грусти Но теперь После оперы ей хотелось сомневаться В их любви Быть нелюбимой И несчастной Как это интересно В том, когда один любит больше А другой равнодушен Ей что-то красивое Трогательное И политическое Омегин был интересен тем, что он совсем не любит А Татьяна очаровательна Потому что очень любит И если бы они одинаково любили друг друга И были счастливы То, пожалуй Трогательное Трогательное То, пожалуй Перестаньте любить, что Вы меня любите Я думаю, что вы Думаю об этой территории Горни Поперить вам я не могу Вы очень умные Образованные Серьезные У вас громадные таланты Хоть может вас ожидать Великая будущность А я Неинтересная Ничтожная Девушка И вы сами прекрасно знаете Что в вашей жизни Я буду лишь пометой Правда Вы увлеклись Му И вы думали Что встретили его Нет Ваше дело Но это была ошибка И теперь вы уже сами Спрашиваете себя Я об отчаянию Зачем я встретил Эту девушку И только ваша доброта Решает вам Собраться с вами Она не стала Жаль себя Она заплатила И продолжала Мне тяжело Оставить маму И брата А не только Я надела Монашку Урялся И ушла Никуда В глаза А вы А вы Стали свободной И полюбили другую А если бы я улыбалась А если бы я улыбалась А если бы я улыбалась Завискивающая Виновата И мягкая Бывает У офицера Когда с ним Спорят о музыке И какие При этом И делают Усилия Над собой Чтобы его Голос назначал Страстно В обществе Где Холодная Высокомерия И равнодушие Пришла Признаками Хорошего Воспитания И благородного Нрава Следует Прятать Свою Страсть И он Прячет Но ему Это не Удается И все Отлично Знают Как он Страстный Любогий Музыков Бесконечные Споры О музыке Смелые Суждения Людей Не понимающих Держать Слово Постоянном Напряжении Он Напуган Робок Молчалив Но играет Он на рояле Великолепно Как настоящий Пианин Вот Если бы Он не был Офицером То Наверное Был бы Знаменитым Музыкантом Слезы Высыхли С глаз Надя вспомнила Что Грустик Тоже Любит Его И что Он имеет Такое же Право На ее письмо Как и он И в самом деле А не написать Лучше Грустику Надя стала Думать О студенте О его Любви О своей Любви Не получилось Так Что мысли В ее голове Расплывались И она думала Обо всем О маме О волице На карандаше О рояле Но она думала С радостью И эта радость Говорила ей Что все хорошо Великолепно Но Могу Погодянуть Еще Могу 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 Могу